Недавно FromSoftware проводили мероприятие для зарубежных блогеров, связанное с серией Dark Souls, где дали им возможность поиграть в игру. И буквально на днях закончилась НДА и сразу после этого в сети появился трейлер с геймплеем и новости от этих самых ребят касательно The Ring City. И так как меня почему-то туда не пригласили , то я вынужден вам цитировать статьи и просто их рассказы. На самом деле есть ещё очень много интересной информации в виде заметок, которые выписываете, так что пойдите и посмотрите ещё видео от него, а тем, кто не хочет читать на английском или смотреть, рекомендую заглянуть к нам в группу ВКонтакте, где я предоставлю перевод. Предупреждаю, если вы ещё ничего не видели, то берегитесь, ибо впереди спойлеры. И так, начинаем. Информации много, только относительно. Если в трейлере к предыдущему дополнению Эшесу Фориандель нам показали практически всю локацию, то это видео продолжает тенденцию трейлера к The Ring City. Информации контента показано по минимуму, а то, что показано, я уверен, имеет малозначительную в нём роль. И признат только утолить в нас голод и разжечь ещё больший огонь ожидания. В анализе на трейлере я затронул много деталей, но ничего не сказал по поводу входа в дополнение. И неспроста. Во-первых, я понятия не имел, где он может быть расположен, так как первая локация DLC выглядит очень необычно с точки зрения географии и каких-то конкретных мыслей у меня не было. А во-вторых, как выяснилось, разработчики до сих пор сами этого точно не знают и пока что думают над тем, куда бы его засунуть. А связано это с тем, что им надо придумать ещё и вход для того маленького процента игроков, что не прошли предыдущее дополнение. И так как оба DLC связаны между собой, то непонятно, что будет с теми игроками, которые не имеют первое из них. То есть отобразится ли это как-нибудь на лоре, будет ли отсутствовать какие-нибудь персонажи во втором и тому подобное. Что ж, поживём увидим. Идём дальше. Первым кадром нам также как и в трейлер открывается очень красивый вид на смешанный город из разных времён. И в начале дополнения с нами, скорее всего, разговаривает тот пилигрим, который мы видели в трейлере. Он или она рассказывает нам некоторую информацию про дополнение. Затем мы видим, как игрок проваливается на этом обрыве и падает прямиком в разрушенный собор. И, к слову, мне очень нравится этот постапокалиптический сеттинг. Он очень атмосферный и довольно уникальный для Dark Souls. И ещё одна ошибка, которую я допустил в анализе, связана с названием локации. Вернее, это не ошибка, а упущение. Если вы смотрели моё видео, то помните, что Дрэкхип я перевёл как Груда Мусора. И в принципе, это так и есть, но слово Дрэк должно было меня толкнуть на связь с кое-чем. А именно, с человеческими отбросами. Как мы видим дальше, игрок натыкается на странных врагов, которые выглядят как помесь тёмных духов с танцовщицей и как гиганты с дуплами вместо лиц. Так вот эти враги связаны с Глубинами. Они имеют синеватый оттенок, используют магию Глубин, которые встретятся нам в дополнении, а из некоторых из них прямо-таки вырываются эти души, которые имеют человеческую форму. И вот это меня несказанно радует. Ещё при выходе Дарк Соус меня очень сильно заинтересовала тема Глубин. Она была какой-то уникальной и таинственной. А теперь ещё оказывается, что в дополнение они будут играть свою роль. Что ж, очень интересно, будем ждать. Дальше мы видим тоже довольно интересного врага. Как и предполагалось, ангелы будут частью этого DLC и будут встречаться нам в качестве противников. Их роль здесь – не дать нам расслабиться и поджарить наши булки, безусловно. Суть в том, что атакуют они всё время, что видят нас. Может попытаться скрыться из виду, но рано или поздно они снова обнаружат игрока и нападут. Убить их нельзя. Вернее, можно, но они незамедлительно воскрешаются и снова продолжают вас убивать. С ангелами здесь связана очень интересная механика. Чтобы окончательно от них избавиться, нужно найти где-то на уровне пилигрима, из которого к небу будет тянуться странное розовое что-то. Естественно, эти пилигримы хорошо спрятаны и найти их будет не так уж и легко. Как говорят те, кому довелось поиграть, это очень трудно и если не быть терпеливым, то ангелы жестоко наказывают. Хм… Назревает вопрос. И какая же может быть связь между пилигримами из Лондра и ангелами? Ну, если судить по тому, что растёт из них и контролирует ангелов, то можно предположить, что их цель – трансформация. Однако, зачем – уже куда более комплексный вопрос, ответ на который пока неизвестен. Следующим местом или локацией является то, что я и предполагал в анализе. Да, это будет земляной пик, вернее его руины. И он будет таким же противным, как и во второй части. Много отравленных болот, яда, ядовитых врагов, вышек и самое главное – там будут пустынные волшебницы. Пока не понятно, почему был выбран именно он в качестве напоминания второй части, но всё равно круто. Также есть вероятность того, что будет что-то знакомое и из первой части. Кроме того, в куче мусора и в земляном пике можно будет встретить того самого дружелюбного непися из вырезанного контента, который страдает амнезией. Ничего особенного про него пока сказать нельзя. Его цель – найти монумент очищения. Вероятно, этот самый монумент поможет нашему другу восстановить память. А, ну и Вати ещё говорит, что его голос очень сильно напоминает голос Патчеса, то есть Лоскутика. Даже не знаю, что это может значить. Какие-то многоходовочки от Лоскутика. Вау. Дизайн этого врага просто потрясен. Серьёзно. Меня очень впечатлило то, как он выглядит. Эта тёмная метка у него на груди – охренительно. Более того, выглядит он как какой-то навороченный тёмный дух. Возможно, что один из древних первобытных. Так как мы знаем, что этот город очень древний, то и враги там должны быть соответствующими. Также у него очень агрессивный муссет. Атакует он жестоко и думается мне, что справиться с ним будет не так уж и легко. Больше про него сказать нечего. Переходим дальше. Мы видим то место, которое до этого было в виде концепта. После появляется целый отряд каких-то лучников и начинает нас атаковать. Вот тут я вообще не представляю, как нужно будет сквозь них пробиваться. Также, если немного присмотреться, то заметно, что за их появление мы обязаны тому самому Серому Гиганту. Возможно, что таким образом он проверяет нас. Кстати, по ходу прохождения дополнения можно будет найти маленькое знамя. И вот его описание, наверное, самое интересное, что было найдено в Аате. Оно гласит. «Маленькое знамя, использовавшееся посланниками великого повелителя Гвина в былые дни. Ступите на кольцеобразный обрыв и поднимите его вверх, чтобы призвать помощников для транспортировки. Пигмеям, что забрали тёмный душ, великий повелитель даровал закольцованный город. Изолированное место на краю мира и свою любимую младшую дочь. Он обещал ей, что придёт за ней, когда день наступит». Воу. Вот это, мне кажется, просто Воу. Для меня это важнейшее доказательство того, что это дополнение должно очень сильно затрагивать лор. Если первое DLC было про абсолютно новых персонажей, то теперь мы видим, что Старых эксплуатируют по полной. В общем, слов нет, одни эмоции. Можно только гадать, кем может быть его дочь. Ну, логично было бы предположить, что это вот эта девушка из трейлера с яйцом. У неё большой рост, как у богов, да и одежда тоже выглядит богатой. Но даже если это и она, то вопрос кем является его дочь всё ещё открыт. Велка, Гертруда, кого-то, кого мы ещё не знаем. В общем, думаю, что гадать смысла нет, остаётся только ждать. Также интересно, что в описании употребляется множественное число для пигмеев, там говорится, что пигмеи забрали тёмную душу. Тоже интересный момент. Ну и последнее, о чём мы ещё не поговорили – это босс. Помните того пилигрима, о котором я говорил, что встречает нас в самом начале? Так вот он даёт немного информации по поводу босса. Глубоко внизу находится огромная тёмная дыра, выязанная в дереве. Эти строчки описывает вход на арену с боссом. Чтобы попасть к нему, потребуется спрыгнуть в огромную яму, где он будет нас ждать. Время от времени из глубокой впадины доносятся голоса даже сейчас. И неудивительно, на арене с боссом можно заметить огромное количество человеческих останков, что как бы намекает. Это настоящий демон, о котором бормотал принц Лориан, я уверен. Вспоминаем, что в описании Меча Лориана есть упоминание о принце демоне, которого он сразил. Видимо, принц Лориан всё-таки не до конца смог одолеть демона. Мне всё-таки кажется, что это единственное место, куда смогли влепить этого босса и как смогли обосновать его существование в плане Лора. В описании его души говорится, что он просто проиграл Лориану, а тот даже не убил его. Почему? Неизвестно. Но это в принципе и не самое главное. Бой с этим боссом будет происходить в три фазы. Первая состоит в том, чтобы просто добить его до половины полоски ХП. За это время мы учим его движения примерно и вообще это не сулит никакие трудности. Когда уровень его здоровья становится наполовине, то откуда-то выскакивает ещё одна мышь немного другого цвета. И с этого момента становится уже сложнее. Хотя не намного. Первая мышь атакует всё так же, а вторая практически не лезет в ближний бой и только откуда-то сзади дышит ядом или чем-то стреляет. После, когда вы убьёте одну из них, первую очевидно, так как у неё меньше ХП, то вторая заряжается и разгорается как в трейлере. После этого начинает атаковать огненными шарами. Точно не понятно, но кажется Вати заметил, что если вместо первой мыши убить вторую, у которой полное ХП, то первая вместо огненных шаров использует лазер и тогда убить её немного проще. В любом случае, все кто играл говорили, что босс не из слабых. К слову, это первый босс дополнения. Я подозреваю, что он находится вон между грудой мусора и земляным пиком. Ну и как вы успели понять, это дополнение будет длиннее предыдущего. Разработчики постарались учесть все ошибки, допущенные ими в работе над Ashes of Oriandel. Также будет больше арен. Больше чем одна. И все они будут доступны, если у вас есть в наличии хотя бы одно дополнение. Даже если у вас будет только Ashes of Oriandel, то вы всё равно получите доступ к аренам из The Rings City. Так сделано специально, чтобы избежать разделения игроков, у которых куплено только одно DLC. Ну и на этом новости по поводу нового дополнения у меня заканчивается. Мне очень нравится то, что они до сих пор не показывают оставшихся боссов. Что они сохраняют таинственность. Очень нравится сеттинг и дизайн уровней. Думается мне, что они всё-таки смогут закончить свою великолепную франшизу на высокой ноте. Итак, надеюсь, что вам было интересно и что вы узнали для себя что-то новое. А на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Увидимся!